Дмитрий Андреевич Завьялов Дмитрий Андреевич Завьяков, подполковник внутренней службы. Отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы, подполковник внутренней службы. Александра Олеговна, здравствуйте. Уважаемые друзья, с наступающим вас праздником. 12 марта в России отмечается День работников уголовно-исполнительной системы. На сегодняшний день в местах лишения свободы Тверского региона находится 6 938 осужденных, подследственных и подозреваемых. Родиана Васильевич, правильно цифру называешь? Абсолютно. Численность сотрудников УФСИН России по Тверской области, как аттестованных, так и вольно-наемных, превышает 3000 человек. Да, это 2600 по штату у нас сотрудников и более 1000 вольно-наемных работников. Давайте сегодня поговорим о том, как встретила служба непростой 2022 год, как развивается производство в местах лишения свободы, как адаптируется осужденное к жизни на воле. Вопросов много, но обо всем по порядку. Родиан Алексеевич, я предлагаю для тех, кто не знает, для наших телезрителей и радиослушателей, напомнить, сколько учреждений, исправительных учреждений сейчас действуют на территории Верхнего УФСИН. Тверской УФСИН включает в себя 7 исправительных колоний общего строгого режима, 2 лечебно-исправительных учреждения, это для больных туберкулезом и наркоманией, 3 следственных изолятора, также в нашем управлении есть областная больница для лечения людей, находящихся в местах лишения свободы. Кроме этого, у нас есть еще федеральные казенные учреждения, это отдел по конвоированию, база военного материально-технического снабжения, уголовно-исполнительные инспекции, центр инженерно-технического обеспечения и отдельная медико-санитарная часть, которая обеспечивает медицинское сопровождение как сотрудников, так и людей, находящихся в местах лишения свободы. То есть такая мощная довольно-таки система, я всегда называла это государство в государстве, где предусмотрено все, каждая мелочь. Да, в Центральном федеральном округе наш УФСИН один из самых больших. Это учитывая еще территориальность? И территорию, и количество подразделений, и количество наполнения учреждений наших, и по количественному составу личного состава один из самых больших. Общий и строгий режим в ряде колоний совмещение идет, да? Вот строгий режим или исключительно по колониям? Нет, сейчас как бы в нашей территории такое было раньше, но в далекие годы, а сейчас совмещения нет, сейчас все колонии отдельные, общего, строгого режима. Отдельно? Отдельно. Отдельно лечебные учреждения для больных туберкулезом, для больных алкоголизмом. Алкозависимостью, ага. И у нас есть одна женская колония, для тех, кто не знает, да? Это расположено в Вышневуочке, исправительственной колонии номер пять, пятерочка так называемая, да? Да, так точно. Для женщин наказание исключительно общего режима в нашей стране, да? Потому что иной раз, когда смотришь сериалы или какие-то фильмы, я не знаю, кто там пишет сценарии, да? Что проскакивает, что строгий режим для женщин, ну такого же не может быть, уважаемые друзья. У нас такого закона нет. И у нас еще расширяется сеть на территории Тверского региона участков, функционирующих как исправительные центры, где отбывают наказания осужденные, принудительным работам. Давайте поговорим, что это за участки, где они расположены территориально вообще, и что там люди делают. Александра Олеговна, вам до слова, наверное. Да, ну в настоящее время у нас в нашем территориальном органе созданы уже таких три исправительных центра, участков, функционирующих как исправительные центры. Это при, в городе Тверь у нас два таких участка, и в городе Бежеск при исправительной колонии номер шесть тоже у нас создан такой участок. Это относительно новая мера наказания? Ну да, это относительно новая мера наказания. У нас в регионе принудительные работы исполняются с 2019 года. Первый участок у нас такой открылся при исправительной колонии номер один. Да, я помню, нас приглашали тогда, мы делали репортаж. Мы делали репортаж, да. Это всего там два с половиной года прошло. Да, ну вот по прошествию двух лет мы открыли уже в 2022 году уже третий такой участок. Третий участок открыт у нас при исправительной колонии, также номер один. Но данный участок у нас расположен в общежитии на базе объекта организации, то есть на базе предприятия мы открыли такой участок. Ну то есть, если вы сказали общежитие, значит, осужденные проживают в этом общежитии, да? За ними надзирают тоже, за ними контроль, чтобы они никуда не уходили. Тоже режим создан специально. И вывозятся на необходимое для региона работы или как это происходит? Значит, осужденные к принудительным работам, ну это вид наказания вообще альтернативы лишению свободы, поэтому это, ну можно сказать, один шаг до свободы. Это у нас наши осужденные к принудительным работам, они, ну по сути своей, ничем не отличаются от простых граждан, поскольку они, находясь, конечно, они находясь в общежитии, они находятся под постоянным надзором наших сотрудников, но при этом им разрешено пользоваться и телефонной связью, и сетью интернет. Чего нет в колонии. Да, чего нет в колонии. И, соответственно, также они могут пользоваться и личным транспортом. В определенное время они могут выходить для встречи с родственниками. Они могут посещать дом свой или как? Да, да, они могут спокойно передвигаться по городу в пределах муниципального образования, где расположен этот участок, общаться с родственниками, но при этом они в обязательном порядке должны соблюдать тот режим, который, не режим, а те правила внутреннего распорядка, которые установлены для данного участка, функционирующего как исправительный центр. То есть, если это наказание новое, 2019 года, значит, естественно, суды тоже назначают. Это не тяжкие преступления, чтобы люди не пугались, да? Это то, что, как вы говорите, один шаг до свободы. Один шаг до свободы. Но человек приступил закон, и уже суды назначают такое наказание к принудительным работам. Это вот клиенты как раз такого вида, скажем так, проживают, будут в таких общежитиях, которые сейчас есть. Планируется открытие новых каких-то центров в этом году, может быть, на ближайшее время? Да, конечно, мы проводим огромную работу по расширению сети исправительных центров у нас в регионе, и, соответственно, в этом году мы также планируем к открытию еще ряда исправительных центров. Число, возможность принять осужденных число, количество мест будет гораздо выше, и, соответственно, в этом году мы... Ну, тем более, что, я думаю, что работа-то важна, работа нужна. Наверняка работают и в коммунальном хозяйстве такие люди, где-то в народном хозяйстве. Конечно. И по очистке тех же самых дорог. И предприятия, наверное, сейчас будут привыкать к такому меру, к такой мере наказания, и предоставлять какие-то... Тут тоже многое зависит от предприятий, от организаций, чтобы предоставляли рабочие места. Конечно. У предприятий-то наши осужденные, они востребованы, скажем так, и есть ряд организаций, которые готовы и на своей территории создать такие исправительные центры. Возможность также создания модульных конструкций, не только в готовых общежитиях, но и, если есть возможность, то данные участки могут создаваться и за счет модульных конструкций. Да-да, я хотел бы добавить. На самом деле, в нашем регионе не так сильно это дело развито, как в других. Какие регионы и организации уже, соответственно, делом столкнулись, то гораздо шире это расширяется. На достаточно большом количестве предприятий уже труд осужденных используется. В нашем регионе, к сожалению, в настоящий момент это не так много. Три участка, как уже Александр Олеговна сказала, порядка 120 человек трудятся. Планируем расширяться, да, у нас на базе Ржевского района планируется расширение, там порядка 200 до 300 человек дополнительно. И приглашаем всех для взаимодействия, если у кого есть желание, потому что вид наказания действительно новый, относительно новый. И многие организации обращаются, да, люди всем нужны, рабочая сила всем нужна, но, к сожалению, в связи с тем, что не обладают достаточной собственностью в плане помещений, где это дело можно разместить. Поэтому призываем всех желающих, у кого есть возможность, кому нужны трудовые ресурсы к совместному взаимодействию. Я думаю, что тем более сейчас, с учетом экономической ситуации в стране, это будет очень актуально. Уважаемые друзья, сейчас приемте на небольшую рекламу, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Программа «Тема дня» в эфире, 3190, телефон прямого эфира. Звоните. Сегодня говорим о местах лишения свободы. 12 марта в России отмечается День работников уголовно-исполнительной системы. Мы уже не первый год говорим, уважаемые друзья, что, как и сегодня говорили, Радион Алексеевич сказал, сколько у нас исправительных учреждений, что одна из самых крупных на территории Российской Федерации. И говорим, что самообеспечение идет. Люди работают, люди производят, в том числе они производят питание для себя же, для самих. Еще что-то в хорошие годы для России перепадало законопослушным жителям региона, когда устраивались выставки-ярмарки, выставки-продажи. И народ уже привык, что у вас продукция качественная. Что абы как не делайте, абы чем тот же крупный рогатый скот не кормится. Самое главное натуральное. Все натуральное. Да, вот уже приучили, а теперь вот в условиях пандемии вынуждены были как-то этого дела несколько притормозить. Ограничить. Сейчас где можно приобрести вашу продукцию, люди спрашивают? Или уже нигде? Нет, продукцию приобрести еще можно, да. У нас есть столовая, которая рядом с нашим управлением располагается в здании Нейд. На улице Вакжаново. На улице Вакжаново, да. Там, соответственно, точно так же продукция осталась. Привозят и пятерочка, полуфабрикаты. Да, полуфабрикаты, пятерочка, да. И мясо птицы в том числе. В том числе и кролик, и птица. Какие новые производства? Потому что о производстве в местах решения свободы мы много говорили, много лет. Что-то новое, какие шаги делаются? Опять же таки с учетом вот такой вот непростой экономической ситуации в России. Если в целом взять, разобрать наш производственный сектор, нашу Тверскую область, то у нас порядка 70% от общего объема производства, это оказание услуг. Одним из новых видов услуг, которые мы оказываем, это изготовление фиброцементных панелей. Чтобы было понимание, фиброцементные панели используются для реновации, сейчас активно их в Москве очень используют, для фасады зданий. Облицовываются. Также главный храм вооруженных сил, который находится в Кубинке, и точно так же часть панелей, которые были изготовлены в 10-м учреждении нашей области. То есть поступает заказ, а Вы выполняете этот заказ? Металло, обработка, дерево, швейное производство, это всё остается в том же размере, в том же объеме? В целом, да. То есть традиционно швейное производство во всех учреждениях области у нас присутствует. Металлообработка, деревообработка. Ну и, как Вы уже ранее сказали, это сельское хозяйство. Потому что самообеспечение – это одна из задач, также стоящих перед уголовной системой. То, что производим, соответственно, идёт на питание спецконтингентов. Я знаю, что всегда выращивался картофель, лук, капуста, были теплицы, шикарные цветы и огурцы. Когда к Вам приезжаешь, смотришь, как же так, такие помидоры здоровые в теплике. То есть беседуют с осуждёнными. Я знаю, что многие из тех, у кого, может быть, есть за плечами Тимирязевка, та же самая, кто имел дело на свободе с сельхозработами, они трудятся непосредственно по профилю. Да, стараемся привлекать, наша задача, что привлекаем возможности по имеющемуся образованию. Если вдруг какого-то образования нет, такое тоже бывает сначала. Тогда обучаем в наших профессиональных училищах. Вот профессиональные училища и школы. Ведь у Вас же есть возможность, многие, не имея даже среднего образования, учатся в местах лишения свободы. Получают высшее образование. И даже высшее получают дистанционное. Более 50 осуждённых имеют возможность, на данный момент обучаются более 50 осуждённых, получают высшее образование. ВУЗ выбирают или перечень ВУЗов здесь ограничена? Как правило, мы работаем с теми организациями, высшими учебными заведениями, которые специализируются на этом. Они доступны, они давно на этом, как говорится, уже собаку съели. То есть с ними попроще, скажем так. И у осуждённых есть время, в свободное от работы время, заниматься и сдавать их занятия? Распорядком не определено, когда они могут заниматься. Всё это происходит путём дистанционных технологий. Сейчас это всё доступно. Они под надзором администрации используют интернет, получают задания, получают высшее образование. И федеральная служба, наша главка, он тоже за это внимательно следит. Потому что человек, когда он выходит на свободу, он должен влиться, скажем так, в гражданское общество. И слово сейчас, оно очень модное, ресоциализация. Ресоциализация, да. Но мы уже несколько лет говорим это слово. Мы говорили про высшее образование, а также они получают и среднее образование в школах, которые при каждом учреждении находятся. Также в каждом учреждении есть профессиональные технические училища, где они получают более ста профессий. Более ста профессий, которые нужны в данный момент. То есть вы уже здесь, вы уже их направляете. Вот это вот сейчас востребовано. А пластиковые окна востребованы или это востребовано? Тексталист, машинист и прочее. В основном, да. Программа обучения, она составляется на год. Также она опубликовывается на официальных сайтах, да, Министерства образования. Вот, естественно, первоначально заявка делается на то, что те производства, которые работают непосредственно внутри учреждения, соответственно, по этим специальностям стараются обучать. И вторая очередь, это те, кто у нас как раз попадают под, скажем так, рестаризируются, которые меняется вид... Это еще один раз это слово. Меняется вид режима, когда они переходят уже непосредственно из исправительных учреждений на принудительные работы. Соответственно, там те предприятия, которые принимают их себе, также стараемся учитывать их интересы, чтобы уже специалисты были подготовлены, выходили туда работать на предприятии. Принудительные работы, может быть, скажем, заинтересуются у нас, Александра Олеговна, кто-то, кому нужны рабочие, скажем, телефон, куда звонить? Да, если есть желающие рассмотреть вопрос о создании таких участков у себя на базе своих организаций, то, конечно же, они могут обратиться по телефону 332-965. Мы ответим на все вопросы, которые у них имеются, и, соответственно, уже дальше будем взаимодействовать. То есть, получается, человек приходит к этим принудительным работам, выйдя из той же... вот ему осталось там досидеть два года, да? Разно, по-разному. По-разному, да? Ну, или он осуждается изначально к этим принудительным, но есть вариант, что это как облегченный порядок отбывания наказания, да? И он же из колонии приходит туда, получив в колонии ту специальность, которую, как бы, которая в одном... Ну, либо она имелась у него на тот момент. Я поняла, что сейчас вот вся эта учеба и вся возможность получения нужной профессии зависит только от желания самого человека. Да, конечно, да. То есть, человек приходит, он говорит, я хочу получить ту или иную, а то у меня есть на воле одна специальность, но мне хочется другую. Пожалуйста, путь открыт, да? Учись. Да, конечно, но в первую очередь задача стоит обучать тех, у кого не имеется никакой специальности либо образования, потому что второе образование, как известно, в России у нас всё-таки на платной основе. Поэтому здесь в первую очередь мы, конечно, учитываем, если при необходимости обучаем это, мало ли у него такая специальность, в которой он не может работать у нас в учреждении, мы, конечно, обучаем, но в первую очередь обучаем тех, у кого отсутствует специальность. Дмитрий Андреевич, вот раньше, как было раньше, это можно уже забыть, но раньше было, что человек, который не хочет работать, он не идёт работать. Что сейчас? Или такого уже понятия нет, не хочу? Такого понятия, в принципе, нет. Уголовно-исполнительный кодекс, он это чётко трактует, 103-я статья, что каждый осуждённый обязан трудиться в местах и на работах определённых администраций и учреждений. В зависимости от того пола, возраста и трудоспособного состояния. Соответственно, инвалиды первой, второй группы у нас, второй группы желанию, соответственно, привлекаются. Остальные подлежат обязательному трудоустройству. И заработанные деньги, в том числе, идут на погашение того ущерба, который этот человек пришёл. И те же самые элементы. Задача именно нас, как сотрудников уголовно-исполнительной системы, организовать то, чтобы все осуждённые, имеющие исполнительные документы, исковые требования, их гасили. В настоящий момент в Тверской области трудоустроено 100% осуждённых, подлежащих 100%. То есть порядка 1700 человек у нас имеют исковые требования, и они все у нас, соответственно, трудоустроены. Я знаю, что в некоторых колониях работа идёт по смене, или, наверное, во всех колониях. Ну, разные предприятия, да. Есть двухсменный график работы в том числе. Есть возможность отдохнуть, и есть возможность учиться в том числе. Распорядком дня это всё предусмотрено. То есть всё время, и личное время, у них всё также это предусмотрено. Восьмичасовой рабочий день, как и везде. Коллектив в школах, в профессиональных училищах, это уже, наверное, сложившийся коллектив, да? Есть свои учителя, которые работают именно с осуждёнными, которые к этому привыкли, или там какие-то нововведения у вас существуют? Да нет. Коллективы школ складываются годами. Там высококвалифицированные специалисты. Получается так, что преподаватели, они как бы находятся на обеспечении минообразования. Как бы, они просто работают при наших учреждениях. Поэтому, ну, как правило, каждое учреждение там годами складывается, годами работают. Что касается профессионально-технических училищ, то там многие, многие специалисты, они служат сначала как офицеры, как сотрудники, а потом уже выходят на пенсию, и свои знания, умения полученные, потом уже в ПТУ, как говорится, передают уже подопечным. Это как в 10-й колонии, да, бывший начальник учреждения, теперь переквалифицировался в товара, да, и шикарно готовят обеды для сотрудников колонии. Лучше специалистов. Лучше, да. Работал в одном, это тоже сотрудники УФСИН сами переквалифицируются. Переквалифицируются, также переобучаются, да. Да, да. Кстати, относительно переквалификации и ресоциализации, которые раз за этот эфир называем это слово, каким образом здесь психологическая служба может помочь, и вообще роль психолога в колонии, в местах лишения свободы? Да. Роль психолога заключается в том, что, во-первых, мы оказываем психологическую помощь осужденным, потому что, когда попадает человек в места лишения свободы, ему нужно адаптироваться. Это, конечно, это небо и земля, сразу жизнь другая. Да, жизнь переворачивается у человека с ног на голову, поэтому нужно помочь человеку адаптироваться. Ну, а далее мы должны человеку помочь и исправиться, то есть понять те внутренние проблемы, которые привели его к преступлению, да, и вот к тому, что он оказался в местах лишения свободы, помочь эти проблемы решить психологически, ну и, соответственно, как вы правильно сказали, помочь ему подготовиться к жизни на свободе, потому что, если сроки особенно длительные, то, соответственно, человек долгое время не знает, что происходит в мире, да, и выходя, он может потеряться, ну и, соответственно, это может его привести к новому преступлению. Это опять вот такой вот удар, да, по психике человека. Сначала, когда он к вам попадает, а потом, когда он выходит. Вроде бы здесь, тем более, когда человек сидит 20 с чем-то лет. Да. Это же вообще. У него жизнь как бы течет в одном русле, и опять, возвращаясь на свободу, ему нужно опять, можно сказать, заново адаптироваться. В этом и заключается вот ресоциализация, чтобы он был подготовлен к той жизни, которая на свободе. Вот в том числе и психологи. Также мы участвуем в школе подготовки к освобождению. Есть такая школа? Да, у нас есть такое направление. Давно такое направление у вас создано? Очень давно, можно сказать. Ну, немножко, Эрина, немножко... Я, наверное, немножко по-другому называлась. Нет, немножко дополню. Да. Гражданина подготовила к свободе многие службы, в том числе психологическая, воспитательная, производственная. То есть это аспект большой, потому что человек, бывает, попадает в места лишения свободы, у него нет ни семьи, ни крови, ничего. Поэтому есть такое понятие, как школа подготовки к освобождению. Это, вот мы уже говорили, это получение профессии, это подготовка... Социальные работники посылают запросы по месту его регистрации. То есть человек должен, когда он выходит в забор, он должен куда-то выйти. Он не может выйти в пустоту. Да, да, да. Он должен устроиться... Вы должны были быть уверены, что ему есть где жить. Да, он должен устроиться, где-то жить, где-то работать, на что-то питаться, потому что, если там его никто не ждёт, все прекрасно понимаем, у него не будет средств к существованию, соответственно, он будет совершать новые преступления, обратно вернётся. Да, он опять пойдёт или на ту же кражу, или на что-то, только бы вернуться в это уже учреждение, которое... Поэтому задача практически всех служб, многих служб управления, да, помочь людям устроиться потом, чтобы не было рецидива, чтобы он нашёл себя... В гражданской жизни, естественно, не возвращался к месту лишения свободы. Вот, кстати, Дарья Сергеевна, обращаются к вам всё-таки, вот вы говорите, что вы работаете с суждёнными, обращаются люди к вам? Знают, ну, естественно, что знают, вы доводите там до каждого человека. Ну, нашей службе уже в этом году, 2 сентября, исполнился 30 лет, и я работаю в этой службе уже 15 лет. И могу сказать, что на заре, да, своей деятельности осуждённые всё-таки были с недоверием, с скептицизмом, да, относились. Сейчас уже контингент меняется, омолаживается, скажем так, в некотором смысле. И вот это поколение, оно уже понимает, кто такие психологи, для чего они нужны. И они хотят решить свои психологические проблемы и обращаются, скажем так, сейчас чаще. Я, кстати, давно уже бываю в местах лишения свободы, и просто вот на глазах меняется сама атмосфера этой зоны психологической разгрузки. Я просто видела, вот сначала комната, да, потом это всё обустраивается, и уже аквариумы появляются, да, и уже какие-то вот такие вот, и кресла уже стоят. Где человек, на самом деле, может расслабиться и каким-то образом доверить то, что внутри, то, что в голове психологу. Дарья Сергеевна, но я знаю, что великолепные комнаты психологической разгрузки, созданные для сотрудников, служба-то тяжёлая. Да, вот кто, может быть, думает, что это вот просто так? Это очень нелегко трудиться в системе вашей. Конечно, на самом деле нелегко, и можно перегореть, скажем так, да, выгореть, есть такое слово. Вот, поэтому, конечно, у нас создаются условия для оказания психологической помощи для сотрудников, и помощь оказывается квалифицированная, скажем так, в том, чтобы не допустить эмоционального выгорания, профессиональной деформации сотрудников. Поэтому создаются вот условия, и у нас и комнаты, как вы сказали, правильно оборудованы, и специальные, скажем так, технические средства. Так вот, у нас в первой и в десятой колонии есть массажные кресла для сотрудников. Я, кстати, когда-то бывала, мне предложили, я пять минут посидела на этом кресле, но этого недостаточно, но тем не менее я поняла, насколько это здорово. Просто я такого не видела никогда, и я знаю, что многие там спрашивали, а зачем это надо? Уважаемые друзья, поработайте хотя бы пять лет за колючей проволокой, и вы поймёте, для чего это надо, вот мне хочется сказать. Ну, это индивидуальный, скажем так, сеанс эмоциональной релаксации, потому что на психологическое состояние можно воздействовать и в том числе через тело. Расслабляя тело, мы можем и эмоционально привести себя в порядок. Я, кстати, в десятой колонии ещё, знаете, что увидела, такая качель. Там фонтан разбит для сотрудников, вот зона отдыха, где можно просто вот так посидеть и полюбоваться вот на этот фонтан, на текущую воду. И там качели. И причём мне сказали, это не просто качели, вот такие вот на металлических, вот вроде бы обычный качель, как в любом детском парке, да? А это, говорит, нет, здесь вот покачайтесь хотя бы вот минуточку на этой качели, а эти качели так расположены, что вот они как-то над водой парят, и ты тоже расслабляешься. Специально даже вот такое создали. Мне было так, мне удивительно было. Кстати, насчёт творчества. Я знаю, что и сотрудники УФСИН великолепные концерты показывают, когда есть возможность готовиться, да, вот когда вот к 9 мая шикарный был галоконцерт, очень много творческих людей. И для осуждённых есть возможность каким-то образом проявить себя не только на работе, не только на производстве, но и в спорте, и в художественной самодеятельности, и играть на музыкальных инструментах. Конечно. У осуждённых, наших осуждённых, есть такая возможность. У нас большое количество кружков, я даже, наверное, не хватит времени перечислить, ну, там, это и музыкальные, и спортивные, и рисование, всё, что угодно. То есть в свободное время они могут заниматься своим каким-то определённым хобби. Они могут спокойно вступить в этот кружок и заниматься. Кроме этого, вы прекрасно знаете, вы посещали не раз наши мероприятия. Это мы для осуждённых проводим и зимнюю спортивную спартакиаду, и летнюю спартакиаду. И были ради начальниками вообще в России, когда мы начали проводить игры КВН. Это и конкурсы художественной самодеятельности, и так далее, и так далее, и так далее. Несмотря на то, что Дмитрий Андреевич сказал, что у нас более 80% осуждённых трудоустроено, да, хороший, очень сильный показатель в России, но всё равно кто-то по каким-либо причинам определённым нетрудоустроен, и нужно занимать их время, время нахождения в учреждении, потому что, ну, будут заниматься чем-то нехорошим. Ну, это да, голова забита должна быть. Я просто бывала неоднократно и на ваших спортивных соревнованиях. Это здорово, и в этом году в том числе уже стала традицией, осуждённые изготавливают скульптуры и памятники из снега. Вот, а в десятке увидела, недавно была. Это просто монументальные композиции. Такого в городе не увидишь. Это проходит во всех учреждениях, это проводится как конкурс. Они соревнуются друг с другом, и с каждым годом, скажем так, выдумка работает всё больше и больше. Соответственно, кто занимает первое место, поощряется. Поощряются правами начальников учреждений. Кому-то, может быть, даже в момент предоставляется отпуск с выездом за территорию учреждения. Практикуются и такие вещи. И, соответственно, это осуждённый, который положительно характеризуется, ведёт себя, трудится. Есть возможность предоставить ему отпуск за территорию учреждения. Вот вы сказали, Родина Алексеевич, про кружки. Мне сразу, знаете, как школа, да? Вот такой октябряцкий кружок, вот как вот раньше, да? Вот такой кружок по интересам. Мы ещё раз говорим, что ваше учреждение – это не пионерский, не оздоровительный лагерь. И делается только ради одного. Ещё раз называем это слово ресоциализация, да? И чтобы человек был адаптирован, и чтобы у него была занята голова в определённом направлении. Положите. Потому что там же всё-таки вы имеете дело с преступниками, которые уже осуждены? Конечно, контингент, он разный, нестабильный. Есть, кто случайно попал. Есть люди, которые там и 3, и 5 ход, как говорится, делали. И сроки абсолютно разные. От нескольких месяцев до 25 лет. Соответственно, срок огромный. Нужно заниматься, трудиться, потому что жизнь продолжается. По приговору суда попадают абсолютно разные люди. И, как говорится, от суммы от тюрьмы не зарекайся. Поэтому наша задача и всех сотрудников, во-первых, относиться к осуждённым, как к людям, да? Какое преступление они не совершили. Те, которые хотят, могут помочь им нормально отбыть наказание. И, соответственно, потом уже вернуться в гражданское общество нормальными людьми. Конечно, есть люди, которые этого не понимают. Соответственно, с ними другая работа проводится. Это и дисциплинарная практика, и шрафные изоляторы, и так далее, и так далее. Но в большей степени, конечно, основная задача, это наша задача, это выпустить потом на свободу достойных граждан своего государства. Мы вот в последнее время часто говорим за этим круглым столом, и особенно последние две недели в связи с ситуацией в стране, мы говорим о том, что атаки фейков, атаки ложной информации, ложная информация атакует и вас, я знаю. И что многие пытаются сказать, там избивают, тут трупы вывозят грузовиками. Была такая вот несколько лет назад. Чего только не выдумывают, уважаемые друзья. Я знаю, что у вас есть, помимо общественных организаций, общественная наблюдательная комиссия, которая принимает письма из места решения свободы и всегда выезжает по каждому письму. строго контролируется соблюдение прав осуждённых сотрудники прокуратуры. То есть здесь теперь, я знаю, у вас установлены видеокамеры, у вас всё это под чётким контролем. Наша задача сегодня сказать родственникам, которые ждут, что нету вот того, что, может быть, они когда-то читали, а может быть, читают сейчас в связи с увеличением, многократным увеличением потока лживой информации. Конечно, очень много всяких фейковых новостей, да, и люди до сих пор, наверное, не могут перестроиться, что тюрьма – это там какие-то застенки определённые, где бьют, пытают, там, издеваются. Наша задача – этот миф каким-то образом вот этими всеми мероприятиями, про которые мы говорим, вообще своей работой, доступностью, потому что вы правильно сказали, помимо общественных наблюдательных комиссий, да, сотрудников прокуратуры, есть ещё общественный совет, которые, согласно своих нормативных документах, они имеют право посещать учреждения. То есть это люди, которые в гражданском обществе, ну, они к нашей системе никакого отношения не имеют. Они посещают учреждения и своими глазами могут увидеть, как отбывают осуждённое наказание, как они трудятся, как они питаются, как у них организован досуг. Соответственно, они видят и где содержатся нарушители режима содержания. Помимо всего, вы правильно сказали, много очень как бы жалоб приходит, но когда мы на них подробно отвечаем, когда мы всё каждый случай рассматриваем и, скажем так, можно сказать, доказываем даже, что таких моментов, в которых они описаны, нет, соответственно, уже и по-другому люди относятся. Я была много лет, входила в состав общественной задательной комиссии, просто писали осуждённые иной раз, мне просто-напросто вот как-то даже не по себе было, что мне приносят недостаточно горячую пищу, разберитесь. Я вот там сижу в ШИЗО. Я помню, останавливала, несут пищу, останавливаем, пробуем тут же. Вот осталось там три шага пройти и кормить осуждённого. Пробую, называется. А почему у меня никто не спросит, достаточно ли горячую пищу я ем, и ел ли я вообще сегодня, называется законопослушные люди. Вот до такого вот доходит. Любая мелочь под контролем, что называется. Кстати, насчёт еды, Дмитрий Андреевич, ведь я знаю, что круглый год практически и зелень питаются осуждённые, и бывают выращивания в теплицах, и то, что есть, и всё по калориям, и есть ещё диета специальная. Естественно, калорийность блюд, конечно, она соблюдается. То есть есть нашим министерством, естественно, рекомендованные нормы довольствия, там определена калорийность блюд. В целом, согласно этих рецептур, блюдо готовится. И осуждённые питаются. По зелени, ну, скажем так, тут по возможности. Не у каждого учреждения есть эта возможность, но по максимуму стараемся обеспечить и питание свежими овощами. Я знаю, что ведь в местах лишения свободы непосредственно на территории колоний возводятся храмы. Есть возможность по своей вере какие-то исправлять свои потребности духовные. И всевозможные и мусульмане, и православные там могут молиться и приходить в определённые... Да, Вы правы, Ирина. При каждом учреждении есть свой храм. В каждом учреждении нашей епархии закреплён батюшка, который окормляет Турину церковь. То есть, по желанию осуждённые могут вступить как... Ну, в общину. В общину, да, в общину они могут вступить. Они могут религиозные обряды совершать. И они, кстати, очень часто происходят. Это и крещение, это и венчание. То есть, и браки у нас совершаются на территории учреждения. Да и причём, мне нравится, в какой обстановке это всё проходит. Это настоящий праздник для колонии. И батюшки, которые окормляют церкви, они несут очень огромную воспитательную работу, разъяснительную работу среди осуждённых. И многие люди, которые вот недаром говорят, что когда попадают в места лишения свободы, они потом приходят к вере. Тут мы не определяем, какая это вера. Православный, мусульманин, у каждого своя вера. Но мы такую возможность им предоставляем. То есть, они могут, согласно законодательству, опять уголовно-исполнительного, все религиозные обряды совершать. Ну вот тут с помощью психологов как раз батюшки, да, у вас вот такой единый механизм. Кто-то вот, если религиозный, то он, конечно, пойдёт к батюшке исповедаться и получить вот помощь, какой-то совет. Но есть люди, которые не пришли к вере, поэтому им нужен, скажем так, светский специалист. Здесь я говорю, здесь вот с разных сторон такой подход. Несколько слов о сотрудниках, потому что это день, профессиональный день ваш непосредственно. Молодёжь приходит к вам работать. Ну, к сожалению, к сожалению, скажем так, сегодняшний уровень довольствия, он очень влияет на то, что мало приходит молодых сотрудников. Но здесь нужно сказать о других аспектах. Чем интересна служба в уголовном системе? В первую очередь, своими социальными гарантиями. Это то, что сотрудники, допустим, день службы идут за полтора дня службы. И мы пытаемся, скажем так, гражданам, ребятам, которым из армии приходят, объяснить, что они могут уйти на пенсию. Не как сейчас, да, у нас год продлился до 65 лет. Они отработали 15 лет, год за полтора, и они уже имеют право пойти на пенсию, какой-то кусок хлеба в семью принести. Конечно, мы не стремимся потом кого-то выгонять или ещё что-то, потому что те, кто связывает свою судьбу с уголовной исполнительной системой, они от рядовых и до полковников, и от поти до генералов растут, получают образование, получают должности. И всё зависит от каждого. Вот, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к гражданам Тверской области, да, тем, кто желают, допустим, с армии приходят, те, которые ищут место работы, прийти к нам. Мы всё расскажем, покажем. Тюрьма, есть ремесло окаянное. Да, но для оскорбного дела сего потребны люди твёрдые, добрые и весёлые. Это изречение Петра Первого, мы ему следуем. Есть моменты, которые мы не можем соперничать, допустим, с какими-то фирмами, где зарплата по 50, по 100 тысяч, да. Но мы берём социальными гарантиями, бесплатно-медицинским, пенсионным, там, всеми моментами. У нас серьёзные социальные гарантии. Стабильность, вот сейчас даже, да, актуально, стабильность определённая есть. Поэтому, пользуясь случаем, всех приглашаем, назову номер 34 8486, телефон отдела кадров, любого гражданина, молодого человека, девушку, мы гораздо выслушать, пригласить. И ещё хотел бы воспользоваться возможностью, Ирина, если вы позволите, да, у нас 12-го числа профессиональный праздник, и я хотел бы поздравить весь личный состав Тверского региона с профессиональным праздником, сотрудников, работников, членов их семей. Пожевать, самое главное, это крепчайшего здоровья, успехов, всего самого на лучшего. И самое главное, это мирного неба над головой. Я знаю, что, ну, у вас вообще сплочённый коллектив в силу всегда отличала особая атмосфера сильнейшей ветеранской организации, для которой делается очень многое. И вот сегодня губернатор Игорь Руденя поздравил со 101-летием участницу Великой Отечественной войны Лидию Гаврилову-Челнакову. Я знаю, что Лидия Гавриловна работала в исправительной колонии номер 4. Это тоже ваш ветеран непосредственно. Конечно, её уже не привлекают, я думаю, 101 год, они уже не смогут выехать на многочисленные экскурсии, которые делаются для ветеранской организации, но тем не менее, это человек, который внёс лепту в историю всей России и Петверской области. Вы правильно сказали, ветеранские организации у нас очень сильные, при каждом учреждении своя создана организация областная, у нас находится в управлении, огромный объём работы они производят, в двух словах это даже не опишешь, основной, конечно, их момент, это то, что они передают свой опыт, опыт предыдущих поколений молодым сотрудникам, потому что иногда бывает сложно сразу сориентироваться в каких-либо ситуациях. Я знаю, да-да-да, я вас перебью очень немного времени, чтобы осталось время, существует вуз ведомственный ещё, да, есть возможность поступить. Ведомственных вузов на территории России много. Вот я бы, опять же, пользуясь случаем, хотел обратиться к гражданам, к молодым ребятам, которые там думают, куда пойти им учиться, приходить в наши вузы, потому что они дают огромное количество специальностей, это и психологи, и юристы, и производственники, любые профессии делают, и самое главное, что это обучение бесплатно, там они получают стипендию, получают хорошее образование, обязательно будут трудоустроены в наших учреждениях, то есть мы приглашаем. Да-да-да. Приглашаем всех. Нет, что ещё и приглашают? Кадетский класс, потому что, может быть, вы растите это ещё, причём, я знаю, Александр Михайлович Савихин, да, вспомним, и его имя этого замечательного человека носит. И вы курируете детишек, взращиваете с малых лет? Да, это один из моментов, с кадетскими классами мы однозначно занимаемся очень плотно, правильно вы сказали, что рота кадетская носит имя Александра Михайловича Савихина, который более 18 лет возглавлял наше управление, в самые трудные времена, мы его, по сути, ученики, и мы сейчас пытаемся воплотить все эти моменты его задумки в жизнь. Детишками мы однозначно занимаемся, многие из них потом поступают в наше ведомственное учебное заведение, огромная там работа проводится, это и нашим спецназом, и сотрудниками, просто времени мало, всего сразу не расскажу. Но детишками однозначно мы занимаемся, это наша смена. Вот я думаю, что сегодня, послушав о том, о жизни вашего государства, да, многие, может быть, изменили своё представление, мы можем, вот подытожив программу, сказать, не страшно ведь работать у вас? Ну, конечно, нет, есть, конечно, про Петра Первого разрешение я сказал, да, про потребность, какие люди должны быть, склад характера определённый, вы правильно сказали, что мы не в пионерском лагере работаем, и что мы работаем и с преступниками, и с рецидивистами, но они все люди, и каждому нужно искать свой подход. То, что вы про наши государства сказали, да, это государство в государстве однозначно, и многими вопросами мы занимаемся, вот, производство, питание, воспитание и так далее. Мы приглашаем к нам людей, мы открыты, мы доступны, готовы со всеми сотрудничать по любым направлениям деятельности, производственным, тловоим, воспитательным, по любым моментам. Спасибо огромное за участие в программе, с праздником вас ещё раз. Спасибо. Спасибо вам за ваш труд, потому что вы делаете очень нужную для нашего государства работу. Уважаемые друзья, подытоживая, хочу сказать, что просто не нарушайте закон, да, у нас, что называется, в нашем государстве хорошо, в этом государстве, в государстве, но лучше вы к нам, да. Спасибо огромное. Будьте здоровы. До свидания. Спасибо.